В Краснодарском крае 14 января стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В нем принимают участие более 6 тысяч кубанских победителей муниципальных состязаний. Традиционные интеллектуальные соревнования проходят на базе ведущих кубанских вузов. Особенностью регионального этапа этого года стал зональный принцип. Шесть олимпиад прошли одновременно в 11 районах края, в том числе в филиале Кубанского государственного университета Славянски-на-Кубани. С подробностями наши корреспонденты. Время 8 часов утра. В фойе филиала Кубанского государственного университета собрались победители муниципальных этапов Олимпиады из Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского, Темрюкского районов, чтобы продемонстрировать свои знания по географии. Региональный этап Олимпиады будет проходить с 14 января по 8 февраля. Какие-то Олимпиады проходят в один этап. Наша непосредственно по географии пройдет в два этапа. Сегодня ребята выполняют теоретическую часть, а завтра прибудут на выполнение практической части. Самые сильные участники весной представят Кубань на заключительном этапе Олимпиады. Если повезет, финалистам откроются большие возможности. На протяжении уже двух лет, если участник Олимпиады является победителем или призером регионального этапа, при поступлении в ВУЗ ему к баллам ЕГЭ прибавляется еще пять. Если удается победить в заключительном этапе, то это гарантированное поступление в ВУЗ без ЕГЭ в любой ВУЗ России. Пока администраторы регистрировали школьников перед началом Олимпиады, нашей съемочной группе удалось пообщаться со славянскими умниками и умницами. Мария Никифорова не раз занимала призовые места в интеллектуальных конкурсах. К этой Олимпиаде, признается девушка, готовилась усердно. Мне всегда нравилась география, мне нравилось заниматься, ей узнавать что-то новое. И я просто дома сидела, открывала задания прошлых лет, книжки, очень много книг прочитала в интернете, постоянно какая-то информация, что-то новое услышала, сразу записала, посмотрела. И так я прошла на районном этапе, я заняла первое место. И меня пригласили сюда уже на краевой этап. Мария Сивак считает свое участие в Олимпиаде очень важным, ведь в будущем этот опыт даст свои результаты. Олимпиада, наверное, для меня это многое значит, потому что я очень люблю географию. И я занимаюсь дополнительно со своим учителем, я сдаю в девятом классе географию. И мне кажется, Олимпиада мне добавляет знаний, которые, возможно, того, чего-то я не знала, она мне поможет понять, определить. По результатам регионального этапа будут выявлены победители по 21 предмету. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат право представить край на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Возможно, среди них окажутся имена наших славянских школьников. Тина Копычевская, Игорь Ванчугов, программа «События».